не слишком прохладно сегодня и наверное не слишком удобно тем кто стоит но таков тот мир в котором мы живем и в общем то он достаточно управляя ну например вы можете сесть на пол то ли нет такой традиции то ли не приходит эта идея в голову то есть еще какие-то иллюзии что пол может быть грязнее чем одежда но реальность управляем управляем разуму мир не слишком хорошо устроен но его можно переделать об этом собственно говорили предыдущие докладчики и так как сегодня не слишком прохладно я начну свою свой рассказ о гарсия габриэле маркесе о габриэле гарсия маркесе с цитаты с предложения которым начинается его роман сто лет одиночества много лет спустя перед самым расстрелом полковник ари аурелиано буэндия припомнил тут далекий день когда отец повел его поглядеть на лед это означает что некий лед является центральным образом всего романа который называется сто лет одиночество что же это за символ лед моя гипотеза такова по-испански этот символ звучит эль милагро дель арте или чудо искусства лед у маркеса символизирует собой чудо искусства чудо созданное людьми хотя лед вроде создан природой но его привезли цыгане в макон и как иллюзион он создан людьми хосе аркадия буэндия заплатил 30 реалов и повел детей в шатер где великан с бритым черепом и волосатым торсом с медным кольцом в носу и тяжелой цепью на щиколотке охранял большой пиратский сундук когда великан открыл крышку из сундука дохнуло холодом внутри лежала одна большая прозрачная глыба сплошь пронизанная иглами падая на которые сумечный свет дробился на мириады многоцветных звезд смутившись зная что дети ждут разъяснений хосе аркадий а буэндия нерешительно пробормотал это самый большой в мире бриллиант нет возразил цыган это лед хосе аркадия буэндия ничего не поняв потянулся глыбе желая ее потрогать на великан отвел его руку за это еще пять реалов сказал он хосе аркадия буэндия уплатил деньги опустил пальцы на лед и держал их так несколько минут а его сердце наполнялось страхом и восторгом от приобщения к тайне не говоря ни слова он отдал еще 10 реалов чтобы его сыновья познали неописуемо странное ощущение хосе аркадий младше не захотел аурелиана напротив шагнул вперед протянул руку но сразу же ее отдернул она жжется воскликнул мальчик в испуге но отец его не слышал потрясенный реальностью чудо он в тот момент не помнил ни о крахе своих сумасбродных планов не отеле мелькиады соброшенным на съедение с прутом он заплатил еще пять реалов положил ладонь на лед как на библию и словно давая клятву в суде произнес это самое великое творение нашего времени самое великое творение нашего времени для меня это литература и наук между ними есть связь великая литература великой литературы называется такая литература мной во всяком случае называется которая способна захватить читателя и погрузить его в иной мир как погрузил свои пальцы аурелиана в пиратский сундук что тут же поменял его мечты и след на его судьбу вот великая литература это достаточно опасное предприятие по смене судеб тем читателям которые способны войти в контакт с этой литературой книги в общем-то это опасные осколки вот этой льдины которую привезли цыгане эти писатели поэты художники в маконда эти осколки летают по миру и впиваются в глаза и сердца некоторых читателей и вот вы сидите на табуретке болтаете ногой какой-нибудь волгоградской московской хрущобе или на чеширской лужайке читаете роман следите за перипетиями сюжета и вдруг в каком-то месте вы падаете в нору входите в шкаф обращаетесь внутрь себя со происходит инсайт вспышка молниями за набим падение в бездну и как пишут в интернетах ваш мир не будет больше прежним о чем это об инсайте которые могут организовать великие писатели создающие великую литературу о том что писатель это маг у у которого есть техника создание этих инсайтов из вот этих нор этих дыр через которые можно проникнуть в иной мир который им же создан о чем говорили предыдущие докладчики как они это делают вот самый интересный вопрос для нас сегодня я тоже со своей стороны на него попробую ответить как виртуальная художественная реальность становится реальностью жизненного мира читателя для этого нужны два условия как минимум первое условие это наличие великого читателя читателя готового вот этому путешествию к этим каникулам в средиземье к этим порталом проникновение в другие космические миры что это за читатель ну во первых это не удовлетворенный жизнью человек ну таких 99 процентов людей если не 100 это не дефицит но этого мало для великого читателя необходимо неординарное воображение которое воспитывается и такие читатели есть в конце 20 века в середине в конце 20 века я не знаю если они сейчас но судя по всему есть они воспитаны великой литературной традиции 19 20 век как говорил иосиф бродский великая литература требует великого читать и второе условие нужен писатель маг то есть тот писатель который владеет техникой создания инсайтов и развертыванием особого времени пространства или хронотопа в терминологии бахтина в котором проникший туда читатель мог бы обжиться и в общем-то стать другим переформатировать свое сознание габриэль гарсия маркес представитель так называемого магического реализма этой мощной волны литературы 20 века после войны второй мировой жизнь в европе во всяком случае наладилась бытовом отношении настолько что это ужас люди погрузились достаточно благоустроенную обыденную реальность и почти забыли или оставили надежду что есть тайна чудо метод стал рациональным серым искусством и вот вдруг появляются картасар маркес павич и левин отечественный представитель которые возвращают эту надежду на чудо на чудо сначала воображение а потом и в жизни не случайно возникают движение талкиенистов например эта надежда на то что это благоустроенная жизнь может быть избавлена от основного июю и ее недостатка от отчужденности человека от того что он делает от одиночество одиночество особый вид одиночество это то что интересует маркеса всю жизнь и специально в романе 100 лет одиночества как же достичь такого влияния своим текстом что можно переформатировать реальность читателей а при увеличении их количество и реальность всего мира которым они живут какие специфические средства есть у писателя у маркеса в частности но я выделяю два таких средств это способность создать художественный образ который может вызвать инсайт или серию инсайтов у читателя и способность умело развернуть в тексте хронотоп особое время пространство создавая эффект творения мира как это делается как это делает маркес для того чтобы создать инсайту читателя нужны сильные ходы который я свожу к двум приемам это генерация идей их оформление в образах которые включаются вот эту эпическую картину творение мира как это делается вот еще одна цитата из произведения маркеса вспоминаемые грустных шлюх секс утешение для тех кто больше не может любить секс утешение для тех кто больше не может любить те кто имеет опыт любви и секса и которые до этого не видели негативной связи между этими явлениями вдруг получают идею причем получают я так ненавязчиво что им кажется что это их идея что она у них была только они не смогли ее сформулировать наивные магия как раз и состоит в том чтобы сформулировать артикулировать если вы этого не можете нету ничего нет идеи но маркес формулирует это афористично ненавязчиво так что человек даже не замечает что за него сделали эту работу произнести ими реальность это и есть создать мир или пересоздать его они жили в постоянную скользающие от них действительности с помощью слова им удавалось задержать ее на короткое мгновение у входа в город повесили плакат макондо есть другой побольше установили центральной улице он гласит бог есть это делали люди макондо когда их поразила болезнь вызывающие забвение они стали забывать слова и следовательно вместе со словами выпадали и функции жизни и очень быстро они поняли что таким образом закончится вся жизнь если закончится слова и они начали удерживать их с помощью письменной речи но так наивно как вот этот наивный читатель который думает что это его мысли написать плакат это макондо бог есть этого мало это смешно это наивно и если бы там внезапно не закончилась это заболевание ничего бы у них не получилось они оказались бы на свалке симулякров на свалке этих плакатов на которых что-то написано демократия счастье макондо бог есть а за этим ничего не стоит для тех кто в этом живет маркис вписывает вот такие ходы по трансляции идеи образов в разворачивающиеся творение мира прообразом которого стал город макондо или городок макондо в его романе прообразом мира стал макондо а прообразом макондо является аркатака селение в котором он провел детство у своего деда отставного полковника николаса маркес маркес это николас маркес повел маленького габи шатер где цыгане показывали лед здесь был вопрос опасно ли использовать сюжеты из своей жизни в произведениях конечно опасно но все серьезное опасно читатель живет в рисках можно конечно обезопасить себя действительно как это было сказано камуфлируя все это или после смерти уже своих родственников в конце концов после твоей смерти тоже уже риски все пропадают от бабки от своей бабки донье транкелианы он получил исходный образ она рассказывала ему сказки это кстати очень распространенный биографический сюжет писателей бабка нянька или еще кто-то которая рассказывает сказки это исходный образ и кроме того маркес явно пользуется знаниями по христианской космологии то есть той космологии которая изложена в библии в романе как и в католической библии есть исход из рая после преступления кто помнит этот роман с чего он начинается он начинается с того что мужчина убивает другого мужчину потому что он неудачно выразился и призрак мертвеца мучает их семью и они уходят вот сурсулой они уходят из этого города для того чтобы основа основать другой город это архетипический сюжет исход из рая после преступления которое было совершено теперь главный герой знает того что он не знал как какой-то подросток или ребенок он не знал что если ты убьешь человек человека это будет мучить тебя всю твою жизнь а уж на этом месте может и замучить окончательно поэтому нужно убегать и по сути весь роман это бегство мужчин рода буэндия от самих себя там есть исход из маконда мужчин уже после этого они ищут лучшие земли они ищут землю обетованную это им не нравится там слишком жарко и неудобно пыльно конечно они ничего не найдут как говорит русский народ где родился там и пригодился но кажется иллюзии что там где-то не просто привозят какой-то глыбу льда а там все во льду пингвины мороженое blackjack и прочие удовольствия но они не найдут они найдут войну и там есть война как она есть в библии там есть возвращение блудных сыновей интересный ход маркеса не одного а многих сыновей блуда полковника буэндия и всех их убьют потому что у них на убу остались пепельные кресты которые поставил им священник когда они приняли причастие у всех остальных стерлись эти пепельные кресты а у них остались вот они все будут убиты в это перекрестие во лбу их крестили но они так и не были крещены сыны булда такова видимо идея маркеса там будет потоп очистивший мир от грехов войны но не очистивший не очистивший его от самого главного несмываемого первородного греха и маркес трактует его как грех одиночество что же это за особый тип одиночество ну где моя гипотеза такая несмотря что на то что марки скорее всего атеист католический одиночество он трактует как следствие покинутости человека богом вернее не бог покинул человек а человек забыл бога закрыл глаза на божий мир и открыл его в мир витальности секса помните все эти мальчики рождаются с открытыми глазами и взгляд их пугает урсу что это за взгляд они открыли взгляд в этот мир они живут в нем яростно красиво безобразно яростно это яростный мир сексуальность это еще один главный герой романа маркеса сто лет одиночества в романе перемешивается секс без любви и любовь без секса секс без любви полковника аурелиана и любовь без секса его сестры амаранты еще более какой-то безобразная форма но кто читал амаранта это просто вампир который истязает любящих ее она не отказывает им ни в чем кроме секса а в этом мире это один из главных героев все трагически перепутано любой без секса секс без любви все это запутывает сознание людей какие есть еще признаки того что макондо это место в котором забыли о боге доказательства в пользу тейса об отделенности макондо для тех кто верит в контент анализ я провел контент анализ то есть посмотрел сколько раз на протяжении всего романа встречается так называемая вертикальная развертка мира мир в общем-то разворачивается по горизонтали и пивальтикали очень много он разворачивается по горизонтали они бесконечно куда-то идут за лучшей долей возвращаются идут на войну доходят даже до реорачи до конца мира но по вертикали мир разворачивается только два раза когда разверзаются хляби небесные когда начинается потоп и когда ремидиус прекрасная возносится на простынях в небо все вернее есть там еще много достаточно не состоявшихся вертикальных разверток анекдотических разверток ну например характерный эпизод спадра который умел левитировать после выпитой чашки шоколада он мог приподниматься после того как выпить шоколада на несколько сантиметров тем самым он очень поражал посту и собирал деньги на храм но его это способность закончилась после того как полицейский ударила дубинкой похож на анекдот марки с ней не моралист он печальный юморист такие образцы черного юмора я не встречал больше ни у кого например характерный эпизод когда полковник ореляна вспоминает как умерла в постели одна из его женщин которые приходили к нему ночью их было много он не знал их имен и он проснулся и видит что то с которой он только что вступил в половой в половой акт мертва но он не помнил ее имя он помнил только одну ее фразу она не сказала ему так я буду любить тебя до самой смерти ну согласитесь это типичный черный юмор он не моралист он юморист но юмор делает примерно тоже что делают моралисты то ли только более эффектно не знаю эффективно ли анекдотичные желания хосе аркадий сфотографировать бога помните когда он получил дегератип он ставил в разных темных углах он намеревался доказать бытие бога получив фотографию и вот падра никонор разговаривает с ним падра никонор воспользовался тем обстоятельством что оказался единственным человеком который может обращаться с ним и решил наставить его на путь истины эту забудшую овцу наставить на путь истины каждый день он садился под каштаном и рассуждал по латыни о вере но хосе аркадио буэндия не поддавался воздействию не риторических красот не шоколадных доказательств тогда падра еще умел левитировать и в качестве единственного аргумента допускал только дегератипный отпечаток господа бога анекдот попытка развернуть этот мир по вертикали через опять же горизонтальную съемку вот как сейчас меня снимают камер ну и наконец эпизод с болезнью поразит поразивший память жителей когда они вынуждены были создать вот этот симулятор плакат с надписью бог есть забвение забвение того что есть кроме горизонтали еще и вертикаль вот что приносит им всем несчастье или вернее не дает состояться счастью и это несчастье он называет одиночество признаков забытости бога людьми много так много что весь роман как бы покрыть налетом пессимизма обреченность вообще это достаточно депрессивный роман нужно сказать маконда это град обреченных что и подтверждается финалом в котором он был сметен ураганом после рождения ребенка в инцесте для меня ценным оказалось я вынес это в заглавие этой темы ценным оказалось никто одно открытие я вообще люблю лингвистические открытия с вами интересует фразе логизм или устойчивые выражения есть устойчивое выражение место забытое богом так иногда в фейсбуке волгоградцы пишут что это такое место забытое богом как у какое место называется местом забытым богом тьму тараканью деревни гадюкина и так далее и так далее то есть целый кластер есть этих фразе логизмов так вот маркес наполнил для меня эти фразе логизмы следующим смыслом место забытое богом это место где забыли о небе где не смотрят в небо что это значит ну еще банализируем не верят в чудеса и не имеют мечты вообще таких мест ног где у них том как они выглядят дело в людях которые их населяют там только едят и спят с кем попало там не будет счастья и развития там будет только имитация даже если это очень похоже на счастье и развитие как говорит нитше они знать не знают что такое звезда они говорят мы счастливы 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 и подмигивают страшный образ людей говорящих правду у меня преследует как маркеса видимо преследовал ли образы которые внедрил его сознание его бабка так меня преследует один образ из реальной жизни я магазине купил покупал килограмм сыра и мне показалось что там не килограмм я говорю продавщицы а вы уверены что тут килограмм сыра она посмотрела на меня печально глазами амаранты из ста лет одиночества и сказал конечно и подмигнула свои товарки она почти не скрывал это это было что-то инфернальное понимаете я только сейчас понимаю что опять это было какое-то развитие по горизонтали я не помню ну если бы я сейчас был я бы закатил глаза к верху и ушел бы не взяв этого сыра я не помню как все это бы вот этот новый смысл самое страшное в этих местах местах забытых богом это обреченность на одиночество которое есть согласно католической вообще христианской традиции следствие гордыни человек об этом на мой взгляд роман маркеса сто лет одиночества и я своем последнем предложении печально призываю предлагаю вам все таки оставить какое-то сознание саз какой-то участок сознания в которое могло поместиться в чудо когда она с вами случится спасибо пожалуйста вопросы соображения может быть не такие печальные констатации пожалуйста мне было плохо слышно ваше первое слово вашего вопроса разве сцена которая происходит в конце романа не является символом господнего гнева в сдаяния семье буэндия за и грехи это ваш вопрос но это риторический вопрос является 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 и этим символом и другим символом и третьим и четвертым магический реализм вот это направление вписывается на мой взгляд в особый такой символизм двадцатого века но это не значит что это бесконечное количество значений этого символа она конечная но это не одно значение это лежащая на поверхность ураган сметающий маконда это божий гнев точно так же как поток который обрушился на маконда но а война вернее 33 войны которые ведет полковник это что маркес интересен тем что вот он что его можно прочесть изнутри христианской космологии но его можно прочесть и изнутри других космологий например что это последствия кармической связи между тем что делает делает род буэндия и тем что происходит в природе меня это также может быть прочитан вот это и называется архетипическим символом который может быть прочитан в разной культуре и это же является залогом успеха писательского успеха романа маркеса вы знаете что он поставил все все свои деньги на то чтобы написать этот роман они с женой продали последние вещи это это была ставка ва банк и он выиграл выиграл известность не знаю победит ли разум в каком-то мире но маркес победил минимум на сто лет ну а что там будет через сто лет может быть опять ураган кто-то расшифрует манускрипты мелькиадоса и снова все это сметет пожалуйста ну вот я приводил этот пример из рассказов вспоминая глаза моих печальных шлюх и из других рассказов делается примерно так нужна идея нужно и оформление либо в концепте ну предложение образа допустим нет либо в образе он вставляется в контекст в котором происходит развитие но это такая идея она не совсем оригинально это не научная фантастика эта идея которая в каком-то ну какой-то процент совпадает жизненным опытом читателя но расширяет его тут же мгновенно причем даже незаметно вот я специально выбрал эту фразу мне кажется здесь можно может быть расширено сознание достаточно незаметно под расширением сознания я понимаю обретение вдруг опыта прямо твоего опыта но без того что ты приложил какие-то усилия вот в этой так называемой реальной жизни а пережил это в виртуальной жизни но это как правило сопровождается очень сильными переживаниями вплоть до покраснения кожи лица да 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 слез вообще ваш внимание это все признаки вполне физиологические признаки инсайта то есть возникает вдруг выпадение из времени и явное ощущение того что ты погружаешься в какой-то такой мир с на подобный но в котором тебе хотелось бы остаться его счастье ты можешь в нем остаться поэтому носят эту книгу читают и так далее вот кому снятся такие сны вы просыпаетесь утром и вот вы когда между волком и собакой уже находитесь как говорят французы между сном и действительностью вы вдруг понимаете что вы просыпаетесь из такого сна из которого вам не хоть не хочется просыпаться в этот сон в который вы просыпаетесь чтобы идти на работу там университет или еще куда и вы хотите задержать она неудержимо катится в этот сон в котором мы сейчас находимся и вы хотите остаться там вы не можете но с книгой это можно сделать с фильмом я думаю с любым произведением искусства язык которого вы знаете и с которым освоились вот как-то пожалуйста скажите а мы считаем что вот в романе Маркеса «Стране одиночества» Маркес хочет сказать что он несмотря на все катастрофы все забвения все войны не просто человек и люди а человечество само по себе несет в себе первобытный страх я не знаю что хочет сказать Маркес я знаю что он это сказал вам так вы это считает как вас зовут денис вы это считали у него раз вы это сказали значит он это сказал логично вам это нравится вот эта мысль вот эта мысль она настораживает но если настораживает она скорее печалит или скорее радует вас выберите что тяжелее то что радует или то что печаль печали ну тогда еще одно попадание что скорее всего это Маркес сказал по моей версии не знаю согласитесь со мной или нет это печальный печальное произведение не все произведения маркеса печальный но это печальный пожалуйста какие еще соображения реплики вопрос ну тогда на этом мы да спасибо спасибо Спасибо.